Что бы начать-то? Ну, по разным конференциям я вожу этот доклад уже. Подхожу к ребятам, спрашиваю, как вы вообще в 2019 году шипите анимации в разработку? Вот он, этот вопрос. Ну, давайте, можете с места. Вот у вас какие варианты есть? Ну, пока вы… Отлично, Лотти. Вот кто про Лотти уже знает, на самом деле вы свободны. Кто про Лотти еще не слышал, там After Effects, хорошо. А из After Effects что? Как? Что в разработку отдать с After Effects? Да, ну, это такие вопросы, к которым я, собственно, отвечу. Я просто делал тест-варианты. Я спрашиваю, ребята, думаю, наверное, мой доклад уже все не актуален. Все, наверное, уже все знают. А нет, я спрашиваю, ребята, как вы делаете анимации? А мы просто не делаем. Типа, ну, тяжело, процесс сложный какой-то, мы просто не делаем. И поэтому я расскажу вам про технологию Лотти от Airbnb, которая позволяет это делать дешево, легко, векторно и все на свете. Рассмотрим наши варианты. Как нам сделать анимашки сейчас? Ну, наверное, гифки. На вебе точно ходовое решение мне скажут, как будешь делать анимашку на веб. Ну, я, наверное, как бы, ладно, сделаю гифку. Но все знаете ее проблемы. Тяжеленная. Кстати, это классная вещь, как гифка компрессируется. Погуглите это, чтобы вам затравочку сделать. Гифкой прекрасно сожмется фотография с шеренгой матросов. Но отвратительно сожмется эта же фотография, повернута на 90 градусов. Погуглите, это интересно, как гифка жмется. Гифки растровые, понятно, они там масштабируются, фигово мыло мыльное. Если хотите сделать прозрачность, вам, наверное, нужно погуглить, что такое дизеринг. А если не погуглите, то у вас там будет такая каемочка цветная, дурацкая, на краях. Условная управляемость, это зависит от библиотеки, которую использует ваш разработчик. Я, кстати, мы в основном по мобильным приложениям. Я буду в основном касаться мобильных приложений. В мобильных приложениях гифки, ну, как-то, ну, вот, можно, но сложно. Ну, и ограниченная палитра. Все видели, на градиентах, там гранит, стовь, видать, стремно же. Все, какие варианты? ПНГ-секвенция. ПНГ-секвенция, кто не знает, это, вот, вы берете свою анимацию, и каждый кадр, это ПНГ-шка. Ну, то есть, прям, полинозойская эра, да, вот, прям, вот, камнем, вот, на пещере выцарапана анимашка. Это получше, получше, чем гифка, потому что нет ограничения по цветам, прозрачность нормальная. Все еще они тяжелые, все еще управляемость зависит от библиотеки, которую разработчик использует. Ну, и когда ты раздаешь, вот, ты сделал 200 кадров, и ты их в разработку все пуляешь, и разработчик у себя в кодовой базе имеет, значит, 200 ПНГ-шек, вот, ради твоей аниматорской прихоти. Но нет ощущения будущего, так я это называю. Ну, это вариант, но на самом деле не вариант. Очень дорого, фиг вы ПНГ говорите на это, вам нужно, вы зависите от навыков своего заработчика, да, вот, вы сделали анимацию, у вас там какая-нибудь кривая нелинейная, да, там, с ускорением, ну, вот, увидит он это или не увидит. Обычно это заканчивается тем, что вы просто сидите на коленках у него, и тайминги правите, там, пикселя двигаете, ну, кстати, тоже нормальный метод, но только дорого. Ну, и что самое стремное, что вы же не можете просто ему на пальцах ее объяснить, и заказчику вы не можете ее так текстом описать. Вам в любом случае нужно было ее до этого спрототипировать. Ну, двойная работа делается, только ваша еще и бесполезная. Ну, вашу анимашку нельзя, вы там ее в принципе сделали, а что там, мов, да, какой-нибудь получился. Приложеньку ее не запихнешь. Расскажу про свой опыт, как я столкнулся с этой проблемой. Как это надо? Тогда я работал в компании Udo, кто не знает, это Uber, мир услуг, в Москве, 3 миллиона активных пользователей. В 2017 году Apple нам дали значок «Лучшее приложение категории Lifestyle». Были там наряду с Airbnb и Uber. Этого все еще недостаточно, чтобы ваша физиономия была на главной странице города IT. Ага. Вот, догожусь этим опытом. Ну и вот, в Udo есть такой процесс, как становление исполнителем. В Udo заказчик создает задание, например, мне нужно починить кран. И мы гарантируем, что мы в Udo найдем тебе как минимум трех человек около тебя, которые твою работу выполнят за тебя. Вот, человек должен стать исполнителем для этого, он должен заполнить анкету, он должен пройти тестирование. Это все занимает минут 15, мне хотелось его порадовать как-то, кроме как просто текст типа «Поздравляем, вы исполнитель». Ну, это правда 2015 год, тогда я считал, что это анимашка клевая. Извините. Ну и вот, как-то нужно ее выдать. Эта гифка была. Несу гифку iOS-разработчику, и он, конечно, понимает, что такое гифка, да, он там не первый день за компом, но для него, для iOS-разработчика, гифка это мусор какой-то, он не может ее просто… Может, но не заведется. Просто будет мусорный файл у него в кодовой базе, ему это не нравится. Гифка, ладно, вот вы одну сделали, а на мобилке у вас три разрешения под iOS и еще пять под Android. Итого, да, вот такой ресурс один с гифкой может в сумме весить 3 мегабайта. Тогда приложение Udo весило 40 мегабайт, и типа почти десятая часть – это анимашка, которую увидит только половина пользователей один раз в жизни. Ну, непрактично. Долго мы боролись, в итоге мы остановились на PNG-секвенции, а не на гифке. У меня на это ушло, допустим, не так много времени, но разработчик полтора дня воевал. Ну, и в следующий раз вы этот процесс не протащите. То есть следующие анимашки вам, скорее всего, откажут, если вы с таким же придете. Ну, и как же быть? И примерно в то же время, в 2016 году, компания Airbnb принесла нам, ну, как это сказать, просто спустилась с небес на нас технология Lottie. Очень классная вещь. Далее про нее. У меня есть такое словарное определение этой библиотеки. Lottie – это библиотека для iOS, Android и Web, которое воспроизводит анимации в формате JSON. Не выдаваться, чтобы в глубину всякую JSON, это файлик такой, где текстом в виде инструкции указано, что у вас в анимашке происходит. Не только для Android, iOS и Web, там Flutter, React, что хотите, там, Qt и под лицензией MIT. Просто заводите все в проект, меняйте название, говорите, что вы изобрели. Короче, в коммерции можно. Ага. Как это стало теперь? Теперь из автора эффекса с помощью специального плагина BodyMoving вы экспортируете анимацию в JSON, в этот самый файлик. И этот один единственный JSON, вообще один, и на Web, и в iOS, и в Android, вообще офигеть. Один файл под все разрешения. Чего в Lottie классно? Значит, это был Новый год. Акционные штуки, это как? Это вы либо их делаете за два дня, либо вы их не делаете. Мы хотели, чтобы на загрузке в новогоднюю пару логотип YouTube был вот такой вот шапочкой. Но если бы мы снова переизобретали технологию, наверное, мы бы этого просто не делали. А так, с помощью Lottie я это сделал за полдня, и разработчик на следующий же день уже это отправил в App Store. Было быстро. Файлик этот весит вообще ничего, там типа 8 килобайт, что-то такое. Да, это под все разрешения, он управляемый. Разработчик, если бы хотел, мог бы его там в slow-mo сделать. Ну и понятно, что любые цвета, все-таки вектор. Мало кто знает, но в Telegram этот классный онбординг. Он тоже сделан с помощью Lottie, это именно про управляемость. По мере свайпа, кажется, там триггер стоит на окончании свайпа, анимация проигрывается. Чуть позже я даже покажу на практике, как это в коде выглядит. Это прям просто. Все. Ну и тут я еще раз зачем-то показываю, какой Lottie классный. У меня тут котейка, у него лапки, у него уфки. Тут будет показано, как вы прямо в плеере встроен, там есть плеер в App Store для JSON анимации. Можете в slow-mo его запускать, вот он какой стильный. Можете его в обратном порядке запускать. Ну классно, в общем. И да, про вес, про оптимизацию. Значит, просто логотип UDU, который был на загрузке там, на фиолетовом фоне. Вот если бы он был PNG-шкой, он весит 4 килобайта. В Lottie с анимацией, да, со всем, что там происходит, он весит 2 килобайта. И он 4 килобайта, это только один файл. А нужно типа 3 на iOS, там 5 на Android. Этот один вообще на все и на веб даже. Ага, ну и поскольку этим занимается Airbnb, комьюнити живое, на GitHub у них все хорошо. Есть файл, есть сайт lotifiles.com. Все ссылки будут потом QR-кодом в конце, кстати. Там что, там у них Marketplace недавно открылся. Вы можете там, не знаю, как с депозит фото с анимашки скачивать. Все, лицензия ваша будет. Хорошо, а ограничения есть, да. Ну что, немножко такой технический отдел для тех, кто эти анимации вообще делает. Если вы просто не знакомы с After Effects, то для вас это ничего не значит, что вы не паритесь. А что нельзя, вложенные композиции нельзя? Ну на самом деле, да и не очень хочется. Ну нельзя. Ага, выражение, это когда вы на JavaScript анимацию пишете, а не руками делаете. Растровые эффекты нельзя, ну это понятно, она векторная, там он просто у вас не закомпилит вашу анимашку, она не будет отображаться. Нельзя тень, там вот такую пушистую, нельзя текстур, тут не видно, но на этом прямоугольники типа текстуры. Ну и поаккуратнее с преобразованиями, ну с преобразованиями всегда аккуратнее. Вот эти булевые операции, типа там сложили две фигуры и потом одни из них что-то вышли, там всегда фигня будет какая-то. Опять же ссылки все в конце еще раз будут продублированы в QR-коде. Да, на странице Lottie есть таблица со всем, что можно, чего нельзя. И еще примеры. Это просто то, что я в YouTube в свое время с помощью Lottie делал. Например, у нас появилась такая вещь, как можно рулеточкой виртуальной замерить размер своего дивана, чтобы его тебе отправили газелью куда-то. Нужна была какая-то анимашка, которая человеку объяснит что-то такое. Извиняюсь за мелкий формат. Там это показывает, что вы еще в Lottie можете и текст анимировать. Например, у вас в этом JSON-файле будет сказано, что этот текст использует такой-то шрифт. JSON Lottie умный, он подцепит ваш шрифт из общего приложения. Он знает, что так можно. Шрифт можно, шрифт динамический, текст динамический, можно под локализацию менять. И помимо таких вообще анимаций, которые как иллюстрация, по сути, я опять же извиняюсь за мелкий размер, но вот анимашка запихивается в приложение в маленькую вьюху. Типа там 24 на 24 маленькую анимированную иконочку сделали, тоже ради бога. А, дема. Да, сейчас показываю, как с авторефиксом мы экспортируем JSON. Это я вас убеждаю, что это супер быстро и для дизайнера, ну типа его жизнь не осложняется. Все, тут мы имеем, извиняюсь, тут мы имеем какую-то местную конференцию, и мы хотим для нее логотип санимировать. Хорошо, мы это делаем, в авторефиксе это полная фигня, там типа за полчаса сделайте, ага, вот оно, расширение body moving, которое экспортирует JSON. И я просто показываю, не моргайте, я выделяю, куда сохранить. Это сразу JSON, ничего конвертировать не надо будет. Все, сохранить. Нажимаем рендер. Нет, ну вот так. Все. JSON готов. Вот у нас этот файлик есть, и теперь вы несете его разработчику. Но он не всегда будет с распотертыми объятиями вас встречать, потому что вот он начал новый проект, у него чистенькая кодовая база, и вы ему какой-то JSON файл приперли. Он там свои файлики по именам знает, а тут какой-то бинарник страшный. Ну то есть себе-то он там всякую некорфилию с NPM уже натащил. Вот. Но вам он так просто не поверит. А вы ему объясните, вы откроете при нем этот JSON файл и скажете, что вообще-то, вообще-то, там древовидная структура, и все понятно. Я быстренько пробегусь по свойствам. Например, там V написана, это версия плагина Bodymoving, с помощью которого вы экспортировали. FR, количество кадров в секунду, 60 кадров. Там, что, еще не знаю. DDD, три буквы D, это all R&B, такое чувство юмора. 3D. Типа есть ли в композиции трехмерные слои? Ну, ноль, нету. 3D тоже можно, кстати. Ну и вот. А далее идет почти как в CSS объявление, какие шрифты будут использоваться. И чуть ниже, по вот этому же коду, там есть фрагмент, где, собственно, строка город. В город IT есть слово город. Вот она строка город. И если, допустим, вам нужно локализовать свою анимашку, ну, ради бога, там есть свойство delegate, вы делегируете текст в JSON и заменяете город, ну, там, на city, например. И в Казахстане тоже смогут посмотреть город IT. Ну, и тут тоже сводятся все понятные. Там S это Kegel Size, JJ Stify это выключка, Tracking, LS не знаю, что такое, LH это Line Height, а FC цвет, 0, 0, 0, ну, он черный там, если видели. Отлично, дема. Теперь вы, JSON у вас есть, и даже разработчик согласен, этот мусор в свой проект запихнуть, но он же наверняка оценит это в день. Он скажет, какую-то библиотеку использовать, не, типа, оцениваю это там в неделю, и EPM скажет, не, анимации твои дорого, не будем делать. Значит, показываю, это займет 3 минуты. Мелкий шрифт, поэтому я не смогу вам объяснить, что именно в Xcode сейчас происходит. Я просто вам предлагаю поржать над этими разработческими IDE. Я считаю, проблема разработческих IDE в том, что разработчики этих IDE ненавидят самих разработчиков. Что я там показываю, создаю проект, создаю папочку с проектом, сохраняю эту папочку, открываю терминал, теперь нужно в терминале открыть эту папочку. Вот это вот все разработчик должен делать вместо того, чтобы просто скопировать файл. Ну, вот так они любят. Любят они этим заниматься. Это я сейчас с менеджера пакетов специально для iOS скачиваю в библиотеку Lotte. Но, кстати, в любом случае разработчик это делал бы, ему еще свой всякий мусор нужно поставить. Ну, а Lotte там на укус вообще, типа она весит, я не знаю, вся библиотека, ну, дай бог, мегабайт, чтобы весила. Так, все, делаем подинстал, это пакет скачался, все, он интегрирован в проект. Вот что касается скачивания пакета из интернетов, ну, как бы все. А теперь нам нужно подготовить интерфейс в Xcode, в котором ваша анимашка будет запускаться. Нужно перезапустить проект, для этого я его перезапускаю. Значит, создаем так называемый, как это, вьюху у них называется. Ну, вьюху, это все равно, что в вашем скетче или фигме этот, фрейм. Значит, сейчас у меня откроется редактор интерфейса, все, запихиваю туда вьюху. Сейчас будет вообще полный праздник топора, то есть я его как-то кидаю там налево, направо, там констрейты задаю, но это вы все знаете про констрейты, наверное. Все, как бы вьюху готово. Теперь нам нужно создать ее экземпляр в коде. Они это outlet называют, но нас не волнует вообще. Мы сейчас открываем редактор кода, запихиваем нашу вьюху в этот редактор кода, говорим, что смотри, вьюха существует, отныне это не просто какой-то фрейм, отныне это плеер для нас, отныне там воспроизводится наша лоти-анимация. Что-то я там назвал, сейчас я сотру мусор, напишу, что в этом участке кода используется библиотека лоти, пишу импорт лоти. Не то, чтобы я, кстати, заставляю вас изучать их с коду, но там сейчас весело, там сейчас появился SwiftUI, декларативные интерфейсы. Таким говнищем можем теперь AppStorm с вами наполнить. Прям вот PlayMarket позавидует. Все. Значит, ну может, ну может, да. Вот, я сейчас что сделал? Я сейчас взял наш JSON, который я в After Effects все создал, и просто drag-and-dropнул его в Xcode, ну это офигеть на самом деле. Значит, я прописываю, какую анимацию воспроизводить. Воспроизводи, пожалуйста, именно анимацию, которая называется город IT. Я ему говорю, что не просто ее воспроизведи следующей строкой, а чтобы она по циклу была, когда эмулятор запустится, чтобы она не один раз проигралась, мы так не поймем ничего. Мы хотим, чтобы она воспроизводилась много раз. Я пишу команду Play после запуска эмулятора, давай проигрываю ее. Ну и сейчас будет техническая вода. На самом деле я не знаю, что я сейчас делаю. Ну так надо делать. Типа я назначаю класс Animation View и говорю, что это злой, ты фиг знает. Ну это самое, так сказали на Quarion, ну ладно. Ну и все, билдим. На самом деле билдится оно быстро, что не быстро, это эмулятор на... Эмулятор iOS запускается не быстро. Ну и все, короче, вот три минуты, анимашка готова, она в приложении, она векторная, управляемая, масштабируемая, все на свете. Далее пример будет. Он посложнее, он про тот онбординг в Телеграме, который вы видели, когда ты свайпаешь, и там анимашка по свайпу происходит. Тут я менее подробно остановлюсь, потому что действительно код сложнее, но на самом деле это весь он. Ну то есть, ну, я смог, ваш разработчик, наверное, тоже. Все, вот она, эта анимашечка, свайпается, только по свайпу что-то происходит. Еще прикольно получилось, это ненарочно. Типа я там посвайпал, и было место еще куда для оверскролла, и остального. Тоже прикольно. Ну вот так ты и работает. Ага, сейчас еще раз покажу, как там классно тянется, балдею просто. Опа. Случайно получилось. Все, значит, это ссылки на ресурсы, там все на свете. Ссылочка на меня, там будет, если что-то хотите про Лотти спросить, а я, знаете ли, теперь амбассадор Лотти. Все. Спасибо. Спасибо большое. Так, ребят, давайте вопросы свои. Матвей даже на каверсные ответит, я уверен. Ну, спасибо, я пошел. Не-не-не, погоди, погоди, нам же нужно раздать сертификаты, ты что? Ну за сертификатик, ребят, скиллбокс. Где этот человек? Зачем вам это? Да, я тоже так думаю. Так, ну что, ни одного вопроса, ребят, даже самого простого, вот. Я не за сертификат, просто. Да-да-да. Про App Store рассказывали? Ну, было. А с Google Play что делать? То же самое, абсолютно, восстанавливается еще быстрее в Android Studio, чем в Xcode. А если, вот мы пишем на кроссплатформенном движке, на SDK Corona, например? Да ради бога, на самом деле. Ну, правда, я про Corona не знаю. Ну, другое, там, Unity. Ну, Unity, наверное. Unity можно, но там в слайде было, короче, список всего, что есть. Angular, React, Qt, я не знаю, возвращенцевый совсем. Ну, вот, ну, всякие, по ссылке, там есть GitHub этого проекта, и все, что бывает, там есть. Ясно. Спасибо. Ладно, спасибо. Так, давайте, ребята, все, давай, еще кто-нибудь. Так, где-то вон там, на затворках. Здравствуйте. У меня вопрос такой, а почему именно Локи и такой формат, и такая технология? Чем она отличается от SVG или каких-то других вещей? SVG, норм, SVG можно. Вот эти вот векторные анимации на андроиде, это окей. А то, как серебряная пуля, вы так представляете, как будто альтернативная пуля? Нет, конечно, нет. Я там и говорил, на самом деле, гифки ради бога можете, ну, там, кроме ее проблем, можно, конечно. Есть классная библиотека от Facebook, она занимается тем, что вот Локи пытается вообще все, что After Effects умеет, все там суметь, Trim Pass, если кто знает, там, я не знаю, скоро, кстати, будет анимация на JS у них на JavaScript, но, например, Facebook они тоже прикольно придумали, они только самые базовые вещи апроприируют из After Effects, и тогда этот, ну, еще меньше весит. Нет, есть альтернативы? Вообще не самый классный, не самый главный. Просто люблю его. А вот этот Body Movin, вот этот вот скрипт, он тоже бесплатный, да? На выпуске. Там все лютое, MIT вообще, что хотите. Все, спасибо.